В детской школе искусств прошел большой концерт, посвященный подведению итогов ежегодного православного литературного конкурса «Благословение», который с нынешнего года стал международным. Более 300 работ было прислано русскоязычными авторами из разных уголков мира – Китая, Японии, США, Казахстана, Украины, России. Главный приз конкурса – издание книг победителей – принадлежит альманаху видновского благочиния «Письмо к твоей душе». На галоконцерте, который прошел на одном дыхании, и на награждении лауреатах побывала наша съемочная группа. Конкурс «Благословение» уникальный, считают его идейные вдохновители – организаторы, члены жюри. Подобных ему пока нет и не было, говорит и романах Сафроний Горохольский, человек, который инициировал этот проект и с успехом его воплощает в течение трех лет. Это не то, что пир во время чумы, а это именно вот такое наше, если хотите, проб, наше несение добра. Вот просто мы можем только несколько миссионерское, не чисто церковное, а вот именно несколько миссионерское. То есть мы призываем, чтобы свет, добро, которое люди должны говорить и могут говорить, оно умножалось хотя бы так скромно, как мы это делаем. На эмблеме конкурса изображен старец с пером в руке, склоненный над раскрытой книгой. Сзади три его тени – юноша, молодого человека и человека в зрелом возрасте, как три этапа духовного развития. Название конкурса «Благословение» дано неспроста. Благословение – это добрые дела, творчество в данном случае. А творчество, конечно, слишком дерзко сказано, потому что один Бог творец. А мы, ну, в меру наших сил выражаем радость этого Божьего мира, наше спасение в этом мире. Конкурс развивается, это видно по числу участников. В этот раз их более трехсот. Это совершенно разные люди, разных профессий, разных интересов. Объединяет их одно – желание в своих стихах о рассказах, повестях нести людям светлое и доброе. Духовность – великое дело. Говорят, ну, когда эту духовность можно потрогать в виде книжек, которые выпускаем мы, как итог нашего конкурса, то это замечательно. Это тоже грани прекрасного. Это человек показывает вот эти свои силы и способности своей души, которые как раз, как сказано, от избытка сердца глаголят уста. Очень страшно и очень жалко, когда у человека от избытка сердца уста глаголят ложь, беззаконие и прочие вот эти все нехорошие вещи. И насколько радостно, когда на бумагу кладутся строчки, говорящие о добре, о прекрасном, о красоте. Спасибо. Главный приз победителям, а их по одному в каждой из возрастных категорий – возможность издать книгу своих произведений. Причем вся забота об этом ложится на плечи организаторов конкурса. Екатерина Новикова-Станкевич – победитель конкурса «Благословение» прошлого года. Сегодня она принесла сюда свою книгу, в которой изложено все самое для нее сокровенное. Наверное, скорее всего, потребность души. Иначе я писать не могу. У меня стихи, книга о любви, о радости, о духовных потребностях человека, о памяти. Конкурс дает возможность авторам разного возраста открыть свое творчество людям, быть услышанными. Здесь как раз тот самый случай, когда можно и прийти, прочитать свое, или спеть что-то свое, напечататься, опубликоваться где-то, да еще выйти за пределы района. По-моему, каждому поэту очень важно, чтобы ее стихи услышали, и чтобы они нравились, и их как-то принимали. Гала-концерт собрал и участников конкурса, и других тех, кто творит своими песнями, танцами, стихами добро и радость. Победителями конкурса «Благословение-2014» стали три автора. В возрастной группе от 14 до 18 лет Денис Бондора из Харькова. В возрастной группе от 19 до 30 лет лауреатом стал калужанин Александр Чухно. В своих произведениях молодой автор описывает личный опыт учебы в семинарии. И хотя священнослужителем он не стал, семинарские годы научили его многому. О тех событиях, которые случались как со мной, так с моими какими-то товарищами, те встречи с какими-то старцами, с отцами, которые происходили, собственно, там нет никакого морализма, я не пытаюсь рассказать, как надо жить или как правильно. Я просто рассказываю тот опыт, который был у меня во время учебы в духовной школе, в духовной семинарии калужеской. Третьим победителем в самой старшей возрастной группе стал писатель из Вологды Дмитрий Ермаков. Я счастлив, конечно, для меня огромная честь быть первым лауреатом этого конкурса. Большое спасибо за подарок, конечно, и издание книги – это главный подарок для любого писающего человека. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.